Всем крутой привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Паша Примен на связи. И сегодня я продолжаю цикл обзоров новинок патча 2.17 Danger Zone. Ну так вот, сегодня у нас будет обзор на БТР-ЗД, новую зенитку Советского Союза, которая находится на момент записи данного ролика на ПВМ рейтинге 4.7. Но в целом я все равно считаю эту зенитку не самой лучшей за Советский Союз. Но с другой стороны у нас на этом БРе в принципе другого ничего и нет. И перед началом не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал. Также заходите на мой Троба, ссылочка будет в описании и во все мои социальные сети. А еще, если вы хотите сэкономить немножко денег в Вартандере, я вам советую приобретать все что угодно в Тундре, да? То есть там прямой аккаунт, голду, технику по моей ссылке в описании. Тем самым вы получите небольшую скидку и мою блогерскую наклейку. И давайте начинать. Давайте начнем с плюсов в БТРке. И первый и самый такой основной, скажем так, это скорострельности 2 ствола в 23 мм. Скорострельность у нас 800 выстрелов в минуту, что позволяет вести довольно плотный огонь по самолетам. Топовая бронебойная лента имеет бронепробитие вплотную 51 мм. Чего, кстати, недостаточно для пробития большей части противников по бортам. Так что воевать против наземки целенаправленно на БТРке не стоит, если только вы не попадете, конечно, в топ списка, где вы будете воевать против танков боевых рейтингов 3.7 или 4.0. Там, конечно, пазики всякие разные есть. Они, конечно, пробиваются даже в лоб. Но вот на своем, по-моему, рейтинге и тем более внизу списка вы далеко не всех пробиваете в борта, а иногда даже в корму. Далее у нас есть еще один плюс. Это вертикальные углы наведения. От минус 10 до плюс 90 градусов. Это означает, что мы с вами можем и от холмов пострелять по каким-нибудь зениткам или легкобронированным машинам. И вверх на любые углы можем поднимать с вами орудия. Соответственно, вести огонь по авиации. Что, конечно же, очень хорошо. Потому что не у всех зениток есть возможность поднять орудия на 90 градусов. Далее. У нас с вами относительно хорошая живучесть от бронебойных снарядов. То есть, когда по нам с вами стреляют бронебойными снарядами, они очень часто пролетают насквозь без урона, либо повреждают только часть экипажа. Плюс у нас рубка с вами ничем не защищена. У нас, по сути, ее нет. То есть, у нас просто зенитная установка установлена поверх корпуса БМД. Снаряды из-за этого тоже пролетают насквозь. И уничтожить эту машину не такая уж и простая задача. Во всяком случае, на бронебойных снарядах. А вот фугасное воздействие, то есть артудары, бомбы, ракеты и, соответственно, фугасы, они, конечно, уничтожают нас очень даже легко. И, кстати, кумулятивные снаряды тоже. Далее. У нас с вами отличнейшая подвижность. Во всяком случае, передним ходом и очень хорошая модеренность. То есть, мы с вами разворачиваемся и едем, например, на захват точки очень быстро. Правда, задний ход подкачал. И он равен всего 6 км в час. Так что, в случае чего, задним ходом вы, может, не успеете ни от кого уехать. Далее. У нас очень хорошая скорость вертикального и горизонтального наведения. Автопушки у нас крутятся со скоростью 56 градусов в секунду. И по вертикали мы наводим с вами орудия со скоростью 38 градусов в секунду. То есть, мы с вами можем вести огонь на ходу. Правда, во время стрельбы у нас с вами идет довольно серьезная удача. И машину начинает немножко потрясывать. Также довольно редко встречается еще одна особенность на зенитках. Это наличие дымовых гранат. То есть, мы с вами можем себя задымить и уехать из-под атаки противника. Либо проехать мимо врага. Разумеется, еще один плюс. Это 6 членов экипажа. Что тоже далеко не на всех зенитках есть. Ну и БТРЗД еще умеет плавать. Правда, я не думаю, что это тактически можно реализовать. Потому что машина довольно шумная. Ее легко заметить, если вы слушаете звуки. Ну а теперь давайте переходить к минусам. И первое, что я хочу отметить. Машину уничтожают пулеметы Браунинга. Ну вообще любые крупнокалиберные пулеметы. А также мелкашки. Просто маленькая очередь мелкашками вам по наводчику заряжающим. Который находится на автопушках. И все. Вы уже не можете вести огонь. И ждете пересадку экипажа. Про фугасы я уже вам рассказал. Что мы отваливаемся от воздействия любого фугастого. А еще у нас довольно большие габариты. Вроде может показаться, что машина маленькая. Но на самом деле нет. А это означает, что мы с вами не везде можем спрятать наш корпус. Чтобы, например, не попасть под атаку противника. А это, в свою очередь, накладывает сложности в геймплее. Также хочу отметить специфичную баллистику пушек. То есть у нас очень большой разброс. И стрелять на среднюю и дальнюю дистанцию по авиации мы с вами эффективно не можем. Можно, конечно, пристреляться. Как-то привыкнуть к геймплею. Но в целом это далеко не самые лучшие автопушки для стрельбы по воздуху. А еще большая проблема. Это долгая перезарядка. На экспердах мы перезаряжаемся за 10,5 секунд. И учитывая тот факт, что мы полностью лентой отстреливаем где-то секунды за 4, за 5. Это также заставляет немножко по-другому стрелять по той же авиации. То есть надо стрелять короткими очередями, не зажимая. В общем, пока вы будете перезаряжаться, вас будет довольно легко уничтожить. Но еще у нас с вами маленький боекомплект. Всего лишь 500 снарядов. И опять же, учитывая скорострельность, они очень быстро заканчиваются. Поэтому я считаю, что на БТР КЗД надо обитать рядом с точками захвата. Чтобы этот боекомплект постоянно пополнять. Ну и по геймплею, друзья, ну, естественно, я вам рекомендую использовать ее в первую очередь для сбития самолетов. И не более того. Потому что, как я вам и говорил, внизу списка машина никого не пробивает практически. И выламывать стволы тоже очень тяжело. Далеко не всегда это будет получаться. Можно, конечно, ломать противнику гусеницы. Но на этом как бы все. А он в этот момент на вас развернется и просто с пулемета даст очередь. И вы, конечно, ему ничего уже сделать после этого не сможете. По поводу сбития самолетов, как я и говорил, подпускайте поближе. До последнего не раскрывайте себя. И только потом делайте залп. Причем очень короткий, чтобы экономить боезапас. Ну и обитайте рядом с точками, чтобы пополнять боекомплект или выбитых членов экипажа. Потому что выкрывать их будут вам очень часто. Ну а если вы попадаете в топ списка, то в целом на БТРке можно играть как на легком танке. То есть пользоваться подвижностью, пытаться объехать противников борта, сломать тайминги и неожиданно атаковать 2-3 танка в борт. Но опять же только в топе списка. Против низкранговых машин, у которых нет брони. И как итог, стоит ли качать БТРЗД? В целом стоит, потому что все-таки плотность огня довольно хорошая. Самолета сбивает она отлично. И борется с легкобронированной техникой тоже неплохо. Правда и сама она против зениток и других машин очень уязвима. Поэтому надо играть с умом. Ни в коем случае не выкатываться на противника, особенно в лоб. Старайтесь все-таки его объезжать. А если вы видите врага, которого точно не пробиваете, то лучше затаиться и пропустить его мимо себя. В надежде на то, что союзники его расстреляют. Хотя союзники как-то в последнее время очень сильно подводят. К сожалению. Даже на низких рангах. И получил ли Советский Союз хорошую зенитку? Ну я бы сказал процентов на 70 да. Получил и на 30 процентов не совсем. Она вроде бы как бы хорошая, но все-таки довольно много моментов будет происходить в боях, когда эту зенитку нельзя будет никак реализовать. Может вам попадется опытный пилот, который с полутора километров запустит по вам ракету и попадет. Либо сделает хорошую очередь с коптокалиберных пулеметов или автопушек. Против танков бороться нам тоже довольно тяжело, но все-таки возможно. И в игре, кстати, есть отличная альтернатива. Этой зенитке это ЗСД-63 за Китай. Во-первых, у нее более низкий боевой рейтинг. Во-вторых, 25-мм автопушки, у которых больше огневой мощи. Также у них есть лента, у которой бронепробитие выше, там 63-мм пробоя вплотную. И фугасы там помощнее, кстати говоря. И по остальным характеристикам она, кстати, очень похожа на БТР-ЗД. Поэтому я считаю, что у китайцев на этих боевых рейтингах зенитка даже получше. Ну а свое мнение по поводу БТР-ЗД можете делиться в комментариях. Я их обязательно прочитаю. Если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал. А с вами был Паша Фриман. Всем удачи, счастливо и пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok